А не просто интриговое такое состояние этого животного, заходят и думают, кого бы укусить. Нет, просто им кусает вас. Им кусает вас природа. Она дает вам определенный обратный удар. Но животное никогда не трансформирует отрицательные эмоции, пропуская через дверь, но их гасит. А человек их трансформирует. Поэтому кто больше становится ушами и глотаном, делается. Что-то еще и вопрос с этим проникает. Но если уж есть, то я уже объяснил. А тут просто теряется логика. Если кто-то глазами взлет, то это же ничего не меняет. Ну, просто... Ну, что тут такое? Да если кто-то становится носителем воли дьявола, ну что? Приходит к вам, ну и что? Встречаете его как-то, его друг, голос обратный. Вы никого не имеете права к нам. Поэтому, кому бы какую категорию не определили, пришел к главным, примите. Откажите помощь, если видите, что он нуждается в помощи. Не видите этого? Откажите что-то иное. Объясните что-то иное. Поэтому смелее надо спидать мир. Если вам можно, меня интересует, например, как-то немножко понять вот такую напасную Россию, как пьянство. Вот, например, растет мальчик. В 17 лет. И вот первые так, с друзьями. И оказывается, сразу у него уже законный вариант. Что это? Это сила тьмы? Либо, например, знакомая у меня схватила, уже все. Нет у нее сил. Схватила фотографию, поехала назад. Вы понимаете, Виссарион, что тут я услышала информацию, что в Афганистане в 40 раз меньше погибло людей, чем вот у нас гибнет Аткинс. Вот это прекрасно, мне кажется, лучше. И самое интересное, вот, не дополстил ли Христос такой ошибки, когда все ссылаются на Библию. Христос был, значит, и на Библию. Придем. Вот мальчик рос нормально, что это, как это. И вдруг сразу заплывая на два, на три дня там. И, Миша, я прошу вам, для них там очень много. Сейчас стоит вопрос, когда я скажу, об этом рассказываю. Почему? Ну, кстати, в Афганистане, они считают, что это человек, это алкоголь, это алкоголь, это алкоголь, это алкоголь, это алкоголь, это алкоголь, это алкоголь. Ну, интересно заключение, когда мы ездили в одно из поселений Белоруссии, приближенное, наиболее приближенное, именно к этой, в этой зоне находится, то есть оттуда люди уезжают, ну, приехали, да, на встречу с людьми. То, в этом населенном пункте, наоборот, считается, что водка, она убирает вот это облучение. Поэтому они смело водку тут пьют, как воду из-под краника. И это как бы помогает им здоровью. Ну, это такая интересная получается ситуация. Заболели все облученные алкоголики, а те, кто вообще не совсем облучились, им надо больше пить, получается, чтобы спастись от облучения. И там начинается запой, никто ничего не делает, больше старается пить, постоянно пьяные, молодые, все постоянно выпившие, разрешено медициной. Глупостей очень много придумано в обществе. И, конечно же, находясь в этом заболевании, в древности, находясь в этой зависимости, человек попал под это сокрушительное действие только потому, что он не постигал искренне все, что давалось Богу. Когда выдавалась две тысячи лет назад истина, она, конечно же, не давалась для того, чтобы ее никто не исполнил. Когда дается истина, есть надежда, что люди будут ее исполнять. Но если они ее не исполняют, то те слабости, которыми они пользуются, они, естественно, будут брать над ними первым. Дальше они начинают передаваться по подсознанию, детям. И человек, каждый новый рожденный, он становится все более предрасположен к подетному каинству. Неприятному каинству. И, конечно же, запои велись страшно. И сейчас ведется и увеличивается слишком. Это наиболее тоже уязвимая сторона человека. Наиболее его слабое место. И удар наносится очень точно, рассчитывая экономически, политически, всевозможными постановлениями. Очень четко выстраивается та ситуация, когда запой начинает увеличиваться. Люди не в состоянии с этим справиться. В Сибири, там наиболее ярко все это выражается, когда населенные пункты, сельское хозяйство, они как бы остаются без нормальных жителей. Деревня есть, но эта деревня неопреченная. Там все, от всех запоев, умирают столько людей, что она шокирует всех, что неожиданно такое массовое вымирание начинается в людей, а там только среднего возраста, крепких, хороших. Но все предрасположены именно этому действию. Они не в состоянии справиться, потому что дух их очень слабый. Если человек рожден, к примеру, алкоголиком, так грубо сказать, это может не означать, что он должен быть алкоголиком всю жизнь и умереть от алкоголя. Всегда есть надежда, и будет прилагаться все усилия, чтобы этот человек переоценил свою жизнь и сделал достойный шаг. Ему будет поддаваться истина, где-то напоминаться будут какие-то заповеди. С разных сторон, через знакомых, родителей, близких, детей, на человеку будет даваться возможность прикасаться с разных сторон к истине. И если он будет ее искать, если он постарается ее оценить и начнет менять свою жизнь, он победит этот порог. Победит и справится. Не будет искать? Конечно, он поникнет этот порог, он его просто задает. Не в состоянии будет справиться. А эта предрасположенность, она слишком далека у большинства. Потому что поражение такое было настолько великое, оно постоянно распространяется дальше, что это нельзя изменить. Плоть-то осталась та же самая на Земле, с теми же законами, с теми же генами, которые формировались предыдущими родителями. И это сейчас так нельзя поменять коренным образом. Меняться должен сам человек, а он, оказывается, больше смотрит в рюмку, а не в истину. Так это не просто поменять такую задачу. Исполнить это сложно. Поэтому сейчас это растет. Это естественно. При таком состоянии, где ухоженный человек, не в состоянии будет справиться с болезнью своей. А это качество, оно уже давно процветает. Сейчас просто, если он начинает обостряться, потому что это время обострения всех явлений в жизни, когда ярко должны обостриться все болезни человека, чтобы каждому видеть самого себя. Поэтому, чтобы не ударяться дальше в какие-то оценки данных событий, что это, откуда, кто виноват, вы должны понимать. Каким-то человек не был рожден в этой жизни, ему предоставятся все условия, чтобы поменять то, что в нем есть. И если это кто-то из ваших ближних, так вы и есть те, кто уже призвал частично помочь ему прикоснуться к истине. И вы сделаете этот шаг. Дальше поможет другой, кто-то прикоснулся. Дадутся возможности удариться в какую-то преграду, поставить шишки, и вновь будет наферминаться истина. Не может сейчас будет сохраняться надежда до последнего дыхания в его жизни, будет сохраняться надежда, что он переосмыслит свою жизнь и попытается самостоятельно сделать пусть маленький, но самостоятельный шаг. Это будет великая радость. Начнется его спасение. И это не будет поздно. Никогда не будет поздно сделать шаг к свету. Никогда. Даже при последнем дыхании этой жизни в этом теле. Так что остается только надеяться, помогать, насколько хватает ваших сил, молиться, подсказывать. И дальше, конечно же, все останется за самим человеком. За его стараниями. Очень сложно. Думаю, от родителей все воспринимают очень интенсивно. Но в России я с вами всячески спасаю с помощью Солдэзи, с помощью Солдэзи. Это у меня глава в курсах. Все умеют успеть эти дети очистить. И порой нужно продолжать пытаться как-то объяснить с новыми людьми. Пытаться можешь объяснять, стараться делать это ненавязчиво. Меня даже не слышат. Тогда не настаивай. Остается только терпедиво принимать явление и боится неправильно построить взаимоотношения. Очень часто можно создать дополнительную тяжесть и увеличить преграду, которая без того ведет каусу. С неверным взаимоотношением можно создавать вот эти ложные визии, о которых я уже говорил. И почему-то потребуется дополнительное усилие уже бороться с этими визиями, собственными, черными мышлениями, которые у нас и возникают. И он тратит туда очень много сил бороться с ним. И реальная преграда, она тем более с ним не посидит. Тогда в целом начинается быстрое падение всех, цепляя друг друга, тем более цепляя детей, естественно. Начинается массовое падение. Поэтому здесь надо научиться, конечно же, как можно и дикче построить какие-то отношения. Уметь стоять на своих. Но дальше надо смотреть по ситуации. Ну что ж, если по-другому ты не можешь использовать эту ситуацию, ты должен терпеть, надеяться и помогать. Значит, помогать так, как ты видишь возможно. И не надо в этом случае забывать. Эту ситуацию, которая возникает сейчас у вас, как правило, это было видно с самого вашего рождения. И если дети попадают ваши в эту ситуацию, попадают те дети, попадают те ваши братья, которым нужна будет эта ситуация. Которые должны будут пройти через эту ситуацию, чтобы в дальнейшем сделать достойную оценку и достойный шаг. То есть, это не просто какая-то случайность. Здесь все точно подгоняется под данную ситуацию. Дальше идет спрос с каждого из вас за ваши собственные шаги. Поэтому вы должны делать посильнее вам шаг, и чтобы этот шаг соответствовал истине, которую вы понимаете и принимаете в свое сердце. Терпеливо принимая все остальное, чего не способны изменить. изменить. Как это нашим определением визителенной половины, и здесь является на цели, и в собственном визителенной не зерно показывает что это отличие визителен, которые показывают те строжки, которые дают для развития от души, а строжки, которые показывают, что люди занимаются визителенные. Знаешь, всему этому в помощь хорошо идёт время. Когда что-то непонятно, не торопись сделать шаг. Если пары предначерты, всё настолько расстается, что все на всё плюнут, и всё равно они составят семью. Они ливятся друг на друга, несмотря на преграды, какие-то сложности, потому что они любят друг друга. Они не смогут друг для друга. Если непонятно что-то, не торопись сделать шаг навстречу. Дай времени ещё ярче всё поставить на место. Не торопись. Когда совершается этот танец, оно совершается таким образом, когда оно не допускает вообще других толкований. Может быть не так, может быть я ошибаюсь. Таких понятий в голову не приходит. Потому что человек становится слеп от любви, от жажды исполнить данный шаг. Он жаждет этой гармонии, жаждет этого счастья, радости. Он ничего в этот момент не видит. Поэтому, когда правильно развивается общество, семьи должны составляться в более раннем возрасте. Общество настолько сложно сейчас развивается, что вы часто находитесь семью гораздо позже. Но у вас и головы уже такие сложные. Вы же такого насмотрели в жизни. Начинаете с подозрением присматриваться, взвешивать. Какие-то подходы начинаете строить сложные. И оно ещё больше трудностей создает. Упростить всё. Всему своё время. Если действительно у вас есть любовь между собой, никуда вы не денетесь друг от друга. Если даже куда-то он отбонётся, прибежит обратно. Не сможет он по-другому жить. Он будет, он придёт пешком. И пойдёт на колени и скажет, всё. Твоё сердце. А я сердце. Всё будет просто. Поэтому не надо торопиться. И не ошибёшься. А вот поторопиться, как правило, ошибаться. Все будут. И на что и попадаются. Когда человек не знает, что такое любовь, начинает рассуждаться. Что это такое? И каждое приятное ощущение вам придётся любовью. А сейчас это очень часто случается. Вы не знаете, что такое дружба между собой. И вы часто просто в дружеские отношения выдаёте за любовь. А дружба что это такое? Что такое друг? Это не зависит, мужчина или женщина. Это когда женщина может прийти к другу, положить голову на плечо, поделиться горем. Это не значит, что это жених. Просто положить голову на плечо, поделиться горем. А перед послушать поддержку. Но этого почти нет. И как только это возникает, у вас сразу мы судьба. Наверное, мы предрасположены. Мы пара. Мы не можем жить без друга. Друг без друга и вас. Наверное, это любовь. И вот так, наверное, наверное, вы составляете пару. А потом каждый из них находит свою половину в течение жизни. Начинает влюбляться. Как же так? Он уже не может справиться с любовью, настоящей любовью, которую у неё есть. И, вроде бы, семья, если он не знает, как просто не хочет бросать, он знает, что будет больно ближнему, и самому учиться не может справиться. Ну, такие и начинают возникать трудности. Конечно, верующий справится с этим. Но верующий в хорошем понимании, в истинном понимании. А вы стараетесь понять веру и сил, которые очень мало. Поэтому это становится бессильным. Ну, так вот, чтобы помочь, нам верно повернуть. Не торопись. Если он забудет и идёт, так пускай идёт. Пускай сейчас забудет, чем потом забудет, в течение жизни. Пока вы живёте вместе, он тебя забудет. Пускай сейчас ты забудет. Пускай движется в своём направлении. Пускай веще того, что должен быть с тобой. Ты не останешься без того, кто должен быть с тобой. Ты не останешься. Если идёшь правильно вперёд, будет рядом Тот, с Кем ты познаешь счастье. Обязательно. Такова воля Бога. Учитель, я скажу, сказал, я с мнением, что настало такое время, когда это право нанесело, как Бог, так и днём. И люди даривают на душу. Вот как уберечь действительно это время, то это уберечь соблазн. Ну, вы стоите. А теперь давайте по-другому посмотрим на вопрос. А кто дал эти силы равные? Даны силы Богу и дьяволу. А кто дал эти силы тогда, получается? Кто определил? Вышел и дал. Дадём Богу силу, вот так и равные, вот дьяволу. Возьми, начинаем биться. Ну, так глупостью всё. Равной Богу силы нет ничего. Вообще в мироздании нет ничего равного. Если вы немножко, сумеете хотя бы чуть-чуть опереться на силу Бога, то потребуется огромное скопление тьмы, чтобы победить эту маленькую вашу привязанность к силе Бога. То есть на единицу силы Бога потребуется тысяча единиц сил тьмы, чтобы это разрушить. Это достаточно неравное в своём отношении. Поэтому вы, не имея даже нормальной связи с отцом своим, будучи неверующими, вы ещё в состоянии любить. Сохраняете хоть, ну, пусть дико, но всё-таки вы ещё способны делать какое-то добро любить. То есть вы не полностью ещё рабыть мы. Хотя и вроде бы неверующие. Так вот, хотя бы вот эта маленькая сила на вас есть внутри, она уже позволяет вам выдерживать огромные нагрузки от удара со стороны. Но если вы начинаете верующим быть, непреодолимых пригод не бывает. Поэтому вы должны первой идти вперёд. Чем сильнее становитесь вы, тем сильнее способны стать дети от одного вашего вида изменения. И когда ребёнок становится в состоянии оценивать самостоятельно действия, уже помогайте ему познавать волю Бога. Учите его, насколько вы в состоянии это передать ему. Учите познавать Бога. Так уж умеете. Это учите. Дальше всё станет от его собственного усилия. Он будет решать свои судьбы. Так что не надо баловаться этим. Это смешное определение. Боритесь. Там дано невероятно много. То есть сила Бога это есть, то есть сила протяжения любви, которой он, по-моему, может быть. Любовь к человеку это такая сероватый оттенок той любви, которой есть отец. Просто при своём внешнем проявлении немножко грубее оттенка. это таинство. Она настолько чудная, прекрасная. Если говорить о Боге и вашей связи с Ним, вам не даётся возможности осознать Его своими чувствами, прикоснуться к Нему полнее, потому что это убьёт вас. Представьте, что вы наполняетесь любовью. Когда вы начнёте наполняться бессмерной любовью, клеточки вашего тела перестанут двигаться. Это будет невозможно двигаться. Это таяние. Это расплывание. Это нежелание никаких действий творить. Это растворение. Но если для вас это дать, вы погибете. То есть ваше тело умрёт. Душа нет, но тело умрёт. Но вы именно тело формируете себя. Поэтому любовь не будет дана вам, чтобы вы коснулись настолько полно, как есть этот океан в оце. Вы утонете сразу в этом океане. В этом время от времени только лишь Отец позволяет вам выпить. Вот на ваше тело. А крапит... Вам попала маленькая капелька. У вас блеск. Вы поднялись. Вы готовы свернуть горы. У вас такое чудное состояние. Ну а вам больше не надо. Достаточно этой капельки. А потом дальше трудности. Не надо вас постоянно окоплять. А так вы будете лететь. Не увидите преград. А вы должны их преодолеть. Вы должны собрать усилия свои. Тогда вы становитесь сильнее. Поэтому только лишь время от времени вам будет даваться вот эти капельки. Но не больше. Дальше вы будете стараться трудиться. Вы просто должны помнить, что внимательно Отец смотрит на вас. И не добиваться в невежестве постоянного ощущения благодати, любви. Это будет неправильно. В коем случае так нельзя делать. Потому что вы перестанете жить. Вы настолько обдевенитесь. Любовь... Её надо принимать правильно. То есть... Рассвет на своих душах может отсутствовать любовь. Вы распространяете любовь, это благодать, в мироздании. То есть в материи, которая формируется во всей Вселенной. Вы несёте эту любовь. Потому что сама по ли себе любовь сконцентрирована в одном источнике сейчас. В нём. И всё. А понести её способны только те дети, которые рождены от этой любви. И вы и есть и дети. Вы, возьмёв себе эту частицу, начинаете её трансформировать внутри, увенничивать и распространяться в мироздании. Вы начинаете нести этот свет везде. Вот это и есть миссия человека. Величайшая миссия. Обогатить всю Вселенную, которую там никогда есть. Миссарёв, у меня есть такой вопрос. Сознание, может быть, и в моём сознании, и в согласии того, сейчас позже, во время трёжа, возникают и вольные какие-то мысли, и доброго толка, наверное, какие-то мрачные мысли, и даже сомнения, с которыми вернусь, они согласны на это чувство. Как к этому относиться? Как очистить своё сознание сразу? От этих телетах возникают, очень ручные. Хороший вопрос, также ёмкий вопрос. Пусть он будет сейчас последним, чтобы сразу не загрузить Вас таким мобилем, разным листом. Итак, вы слышите долго, но очень мало сейчас у нас останется в сознании. Но благо, что ныне время позволяет фиксировать события и много раз вновь прослушать одно и то же слово и запечатлеть в себе больше. Мысли, которые Вы принимаете, которые входят в Вас, конечно же, первое дело, это восприять их верно. Для начала, можно обратиться к тем словам, которые также запечатляют Писание. Входящее в Вас, в Вас не засоряет. Ваш сон, это то, что из Вас выходит. Значит, мысль посторонняя, отрицательная, которая входит в Вас, она совершенно не засоряет, сколько бы их у Вас не входило. Но как только Вы реагировать начинаете на эту мысль, вот эта Ваша реакция начинает от Вас источаться. Вот это уже и есть Ваша. Если Вы отрицательно реагируете на эти мысли, то Ваша отрицательная реакция начинает источаться из Вас, это и есть Ваша ошибка. Если Вы стараетесь легко, с улыбкой, с радостью воспринимать эти явления, пытаясь их осветить цветом Своей Души, это то, что из Вас исходит, это и есть Ваш свет, Ваши плоды, Ваша пшеница, от которой Вы сеете вокруг, и дает удивительные, сладкие всходы, жизненные всходы. Это и самое главное уже будет Ваше действие. Значит, нужна Ваша реакция правильная на эти явления. Какими бы ни были плохие мысли, поищите в них противоположные стороны, найдите в них что-то совершенно иного. Найдите благодатное, и уже начинаете думать об этом благодатно. Иначе, чем дольше вы останавливаете свой взор на отрицательном явлении, тем больше это отрицательное явление начинает завладевать Вами. Простая формула, которая совершается часто в Вашей жизни, в быту. Когда Вы видите горестного человека, Вы начинаете на него больше смотреть, думать о нем, Вы становитесь в таком же горестном состоянии. И наоборот. Попадает человек смеющийся, он весел, начинаете за ним наблюдать, и не замечаете, как Вы начинаете улыбаться все больше и больше, и можете заразиться его смехом. Вы просто лишь на нем сконцентрировались. Так вот, то, на чем Вы начинаете концентрироваться, то начинает брать над Вами власть. Оно проникает над Вас. Значит, чем больше Вы думаете о плохом, плохими мыслями, тем больше этот плохой начинает Вас увеличиваться, брать над Вами вверх, начинает брать Вас под контроль, и у Вас заполняется все отрицательными реакциями. Это революция будет ошибка. Значит, надо будет найти совсем другое как Вера. Надо будет потрудиться, сконцентрироваться на Свету, найти это Свету обязательно, и на нем уже остановиться, и думать о нем. И тогда Вас начинает заполнять наоборот уже Свет. Он начинает от Вас источаться, улучиться, и Вы там ждаете эту отрицательную истину. А мысли они как волны, радиоволны. Они движутся, как от них уберечься. Не стоит Вам антенну выдвинуть, она уже ловит эти волны. А Голландская антенна, ловит мысли своих ближних. А мысли столь-то вокруг, а Вы становитесь все более чувствительными. Ведь питаясь вегетарианским образом, Вы становитесь еще более чувствительными. Если духовные истины Вы не постигаете, то это приведет Вас психическим срывом. Поэтому невольно многие психиатры делают вывод о том, что именно люди, занимающиеся вегетарианским образом в жизни, они, как правило, подвержены наибольшим психическим заболеваниям. Это правильно. духовный путь, как правило, достаточно четко не постигается никем. И начинает обитаться, становится более чувствительным. А значит, не умея правильно реагировать на раздражители внешне, неправильно реагирует на них, и начинают возникать болевые ощущения, усталость, и, конечно, в итоге это приводит к стрессу. Начинается разрушение. Конечно же, зато будет нужен духовный рост человека. Поэтому, становясь все более чувствительными, и вы, конечно, будете все больше чувствовать эти посторонние мысли, разные энергии, реакции, все, что рядом с вами происходит. Но теперь уже будет нужное умение правильно реагировать на них, не защищаться от них, а просто правильно их принимать и реагировать на них. И вы тогда начинаете уничтожать это отрицательное. Входит в вас эта энергия, вы правильно ее отреагировали, вы ее заглушили и убрали. Но зато то, что истекает из вас, в ответ на нее благое, она отправляется дальше и заполняет им светом врушающие пространства. То есть, начинается нормальная ваша работа. Вы не поставите мысли, шастают, как мухи, но не обращайте их порой внимания, и тоже это очень важно. Порой можно просто не обращать внимания, и она опять пройдет мимо, и, может, не сможет вас поразить. Тем более, когда вы начинаете быть сосредоточены на каком-то труде, вверх, вы уже почти нефиксируете посторонних, не мешаетесь в своем сознании. Потому что ваша голова, антенна, она либо работает на передаче, либо на приемке. Когда вы начинаете задумываться на чем-то, рассуждать, вы принимаете. Когда вы начинаете целенаправленно действовать твоей головой, рассуждая, вот именно пытаясь что-то искомы, вы концентрируетесь на действии на определенном, в вас ничего проникнуть уже не может. Стоит чуть-чуть освободиться, сразу появится мысль. Опять концентрируетесь на действии, мы с ним выйдем в голове. Вы будете видеть только собственный труд. Поэтому, когда вы концентрируетесь на труде, вы изжаждете исполнить волю Бога, вы ищите эти творческие пути проявления этой воли через свои руки, вас нечем поражать. Вы, если вы не увидите посторонних операций в пустую, подвлекаетесь. Раз это двинуло ее дядь, дальше делаешь свое дело, постигая счастья в своих трудовых порогах. Так что, вот, несколько возможностей правильно раскрыть твои дядь. Ну а теперь, мы сейчас завершим на следующий вечер. Так что, помните то, что я в обиде сейчас сказал так многословно. Ну, я надеюсь, что сейчас оставив эти записи, которые вы можете суммировать вместе, и от того, что я уже встретился с несколькими группами, в целом, уже сейчас у вас часов на шесть может набраться встреча. То есть, в общей зале не получалось 6 часов подряд встречаться. Так что, вы сейчас задаете разные вопросы, уже набраться на шести часов встречи. Сейчас еще раз, два-три встречи с группами, на десять будет встреча. А вы, как правило, сейчас одни и те же вопросы, мы касаемся, как правило, одной и той же темы. Но, даже если вы одни и те же вопросы задаете, я отвечаю с разными оттенками, новыми пониманиями. Поэтому, еще раз прикоснувшись к этим словам, это поможет вам достаточно глубоко, точнее понять все проблемы, которые я пытался вам помочь увидеть и объяснить. дальше, я надеюсь, что вы поступите искренне, согласно пониманию вашего как у вас возникло. вы можете все усилить. И будете радоваться, будете веселиться потому, что мир у нас чудо. События прекрасные. Если что-то, где-то сложно случается, будет дальше. Очень хорошо. Пускай еще сложнее происходит, потому, что все эти сложности направлены исключительно на ваше благо. Исключительно. Кто бы это ни дал, где он там все будет? Сосед выдвинул подножку. Только ваше благо это дается. значит, вы не можете никого осудить. Вы только можете поблагодарить его за эти трудности, как все это он приходит. Вот и благодарите. И чтоб никогда можно было не увидеть у вас сморных лиц, ищущих виновных. А чтобы вы были веселы, чтобы день весной начинается у нас сейчас в первые дни. запечатлеть в сердце. Потому, что именно человек обладает способностью запечатлеть сердце в весну долго, продолжительное время. Природа это не делает, природе это не может. Она поменяет скоро наверху, на восемь. Надо хоть стараться всем угодить. А вы запечатлеть надолго. Принесите эти руки. Только с ними нужно помочь помочь. Будьте счастливы. Я вас всем запомню, чем только имел сейчас. Уже ли вы это умеете? Благословения, которые раньше я вам делал, вообще китайства исполнялись только потому, что уровень восприятия в сознании уже стоял с привычными формами, методами, которые вы могли замечать в телевидении, в других формах проявления священнослужителей и так далее. Если встречаетесь с учителем, его дух он уже насыщает вас. Если вы доверяетесь ему, вы открыты при ней, то он, естественно, легко начнет проходить в вас. Но если его суть, его сила, которая в нем находится в вас, смотри, какое еще сверх того нужно сделать таинство. Все зависит от вашего доверия, от вашего умения принять в сердце своих учителей. Только лишь если вы не принимаете сердце учителей, то это благословение внешне блестящее, золотистое покрывало, оно покроет вас, оно уйдет, оно не проникает внутрь, оно бременно может помогать. Но это не есть это главное, все равно время. Но если вы в вере, если вы в доверии полном, если сливаетесь сердцем с сердцем учителя, так вы всегда начинаете иметь его силы в себе. И чем больше это будет сделано, тем больше это силы не теряйте, и просто все равно сказать можно. стихи с едой общего мужик талкон всего уж движения могу понять Сейчас встречу вас. Можем сразу начинать с того, чтобы вы начали задавать те важные вопросы, которые к этому часу у вас возникают, в вашей сложной, интересной и веселой жизни. Я начинаю отвечать на ваши вопросы, я трону, как всегда, не только тему самого вопроса, но и которая часто становится дополнительными, причинными возникающими у вас вопросами. И таким образом все необходимое за эту встречу мы, конечно, успеем коснуться. Я слушаю вас. Спасибо. 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 Спасибо.